Приветствую вас, дорогие друзья! В данном ролике поговорим о том, кто же такой Алистер Кроули. Это английский поэт и писатель, оккультист и мистик, основатель учения Телема и автор многих оккультных произведений, в том числе книга закона. Является создателем колоды Таро Тота. Родился Алистер Кроули в графстве Уорикшир в городе Лиммингтон-Спа. При рождении мальчик получил имя Эдвард Александр Кроули. Его отец Эдвард Кроули по специальности был инженером, но по профессии не работал ни дня. Ему принадлежала доля в семейном бизнесе – пивоварни пиво Кроули. Он получал немалую прибыль с этого дела, поэтому вскоре после женитьбы вступил в ряды христианской секты – плимутские братья, а позже стал их проповедником. Мать Алистера, Эмили Бишоп, была домохозяйкой и тоже входила в секту – плимутские братья. Разумеется, детство мальчик провел в чтении религиозной литературы и выслушивании проповедей. Ежедневно после завтрака отец прочитывал им с матерью одну библейскую главу. Когда мальчику исполнилось 11 лет, его отец скончался от рака языка, оставив сыну наследство. С возрастом Алистер стал замечать неточности и нестыковки в Библии. Поэтому с матерью, которая продолжала состоять в секте и заставлять мальчика изучать христианские трактаты, общего языка не находил. Они часто ругались. Однажды Эмили Бишоп обозвала сына зверем, имея в виду посланника сатаны. Позже он некоторые свои работы подписывался «зверем 666». Учился Кроули в частной школе Плимутских братьев в Кембридже, но был отчислен за плохое поведение. После нескольких лет учился в Томбриджской школе, колледже-пансионе, Малверн и Высборне. Сначала его заинтересовала экономика и психология. Позже он увлекся английской литературой, но по существу он ни в одной сфере не нашел себя. У Алистера прекрасно получалось проматывать полученное наследство и получать удовольствие от жизни. Но уже в 1896 году Алистер Кроули стал детально изучать оккультизм, мистицизм и алхимию. Также мужчина увлекался альпинизмом, шахматами и поэзией. К слову, стихи он начал писать еще в 10-летнем возрасте. С каждым годом он все больше разочаровывался в религии. Он стал об этом говорить наставником. А главным проявлением неповинования христианству стали его сексуальные связи. И не только со знакомыми девушками, но и с женщинами легкого поведения. В 1898 году мужчина познакомился с Джулианом Бейкером. Мужчина был химиком, поэтому они нашли общий язык на почве алхимии. Бейкер привел Кроули в Орден Золотой Зари, оккультную организацию, занимающуюся магией, алхимией и теоргией. В том же году его посвятили в степени Афиты Золотой Зари. В то же время Кроули приобрел себе шикарную квартиру. Одну комнату он отвел под занятие белой магии, а другую под черную. Жил с ним собрат по Ордену, Алан Беннетт. Он стал его наставником в церемониальной магии. Примечательно, что в рядах Золотой Зари были люди, в лице которых Кроули нашел врагов и соперников. Алистер не скрывал своего отношения к собратьям по Ордену. Он открыто критиковал Уильяма и Эйса и Артура Уэйта. Их личности нашли отражение и в его произведениях тех лет. Описывал он их крайне нелицеприятно и унизительно. Но и они не скупились на негативные отзывы на его книги. Вскоре он стал разочаровываться и в своем наставнике, и в самом Ордене. Официально Кроули вышел из состава Золотой Зари лишь в 1904 году. В 1900 году он отправляется в Мексику, где уже самостоятельно продолжает изучение магии. Вместе с ним едет его товарищ по альпинизму – Оскар Эйкенштейн. Он практикует медитации и раджи-йогу, чем и обучает Алистера. Позже он посетил Гавайи, Сан-Франциско, Гонконг, Японию и Цейлон. Свою главную книгу он написал во время путешествия в Египет. Как утверждал сам Кроули, книга закона была записана им под диктовку Святого Духа Айвеса. В книге он описал основы религиозного учения, известного в мире как Телема. В переводе с древнегреческого это означает «воля». Но некоторые историки все же считали, что это учение напрямую позаимствовано из древней конфессии «Путь левой руки». Разумеется, Кроули отрицал любые обвинения в плагиате. В 1907 году Алистер Кроули создает собственный орден, которому дает название «Серебряная звезда». В 1920 году он переезжает на Сицилию, где организует Телемское аббатство, которое представляет собой коммуну, где Кроули лидер. Он ведет крайний аморальный образ жизни, его последователь выполняет все его требования, они устраивают орги и употребляют наркотики. Конец аббатства пришел после того, как скончался один из последователей Кроули. По этому поводу поднялась шумиха в газетах, приводились самые разные причины его смерти. Например, что он отравился кошачьей кровью, которую мистик приказал выпить скончавшемуся. Ведь он частенько говорил делать то, что ни тогда, ни сейчас не поддается логике. Например, Кроули утверждал, что тот, кто хочет стать великим магом, обязан переболеть сифилисом. Он объяснял это тем, что так они получают ценный опыт. Разумеется, в итоге мистику и его коммуне было приказано покинуть Сицилию. Но его это ничуть не огорчило, он вновь отправился в путешествие. Побывал в Тунисе, Северной Африке, Франции и Германии. В этот период времени он издал несколько книг «Магия в теории и на практике». «Равноденствие богов», «Магия без слез», «Дневник наркомана» и другие. Правда, именно в то время он снискал репутацию сатаниста-сектанта-черного мага. Слава пришла к Роуле после того, как он создал карты Таро. Колода получила название Таро-Тота и до сих пор пользуется популярностью у эзотериков. Карты исполнены символизмом, рисовать их ему помогала художница-египтолог Фриде Харрис. Также Алистер издал одноименную книгу, в которой мистик дает объяснение о каждой карте. Последовательница Кроули из Германии утверждала, что работа мистика во многом повлияла на личность и жизнь Адольфа Гитлера. Правда, историки смогли быстро развеять эти домыслы. Но все равно после кончины Алистера Кроули эта тема долго была крайне популярной в оккультной среде. Несмотря на одиозность фигуры Кроули, некоторые его книги не лишены смысла и логики. Многие его произведения разобраны на цитаты. В 1903 году Алистер Кроули женился на сестре своего друга Джеральда Келли. Розе Эдит Келли. Изначально брак был по расчету, но вскоре после свадьбы мужчина понял, что влюбился. Женщина разделяла его любовь к оккультизму и мистике и поддерживала супруга в его начинаниях. В 1904 году у пары родилась дочь. Имя они дали ей необычное. Нуит Маа Хаттер Геката Сафо Джезебел Лилит Кроули. Но девочка не дожила и до трех лет. Она умерла. Спустя некоторое время на свет появилась их вторая дочь, Лола Заза Кроули. Однажды Джеральд Келли познакомил Кроули с писателем Соммерсетом Аэмом. Позднее тот написал роман Мак, а главный герой Оливер Хадда является прототипом Алистера Кроули. Позже был снят художественный фильм «Химическая свадьба», где также героем стал Оливер Хадда. В 1929 году в Германии он познакомился с Марией Феррари де Мирамар. Родом она была из Никарагуа. Вскоре они заключили брак. В последние годы жизни популярный мистик поиздержался в финансах. Ему приходилось переезжать из одного отеля в другой. Пытался заработать на жизнь. Некоторые биографы считают, что в этот период он стал употреблять героин. В итоге умер Кроули 1 декабря 1947 года от астмы. Ему было 72 года. Даже после смерти он остался верен себе. Церемония отпевания была мрачной и странной. Во время нее прозвучало стихотворение «Гимн Пану». Об этом просил Кроули в завещании. Биография. Кроули написал «Книгу закона», «Книга тота», «Магия без слез», «Книга алиф», «Книга мудрости или безумия», «Таро тота», «Развратный роман», «Через пучину», «Завещание Магдалины Блэр», «Кокаин», «Дневник наркомана», «Лунное дитя», «Недостойный» и другие рассказы «Утраченный континент». На этом ролик подошел к концу. Всем добра, любви, процветания, удачи. До новых встреч.